В этом ролике я расскажу вам, как я построил свою студию звукозаписи и с какими проблемами столкнулся. Более того, к тому моменту, как это видео выйдет, я, скорее всего, съеду с этого помещения и буду подыскивать новое. Из-за чего так произошло и почему я принял такое решение, об этом расскажу в сегодняшнем видео. Всем привет, с вами MasterCraft, и здесь про битмейкинг и звукорежиссуру. Подписывайся. В этом видео я не хвастаюсь, что у меня лучшая студия звукозаписи или лучшая продакшн студия. Я просто показываю вещи такие, какими они есть. Кстати, уверен, что для многих это будет очень интересно и актуально. На самом деле, это не совсем студия звукозаписи, это скорее продакшн студия. Да, здесь можно записывать вокал, но отдельной кабинки для звукозаписи здесь нет. Более того, я отделен от проезжей части всего лишь одной дверью, и иногда рев мотора можно легко поймать в микрофон. Но давайте начнем сначала. Я уже примерно год нахожусь не в России, и это не моя предыдущая студия, вы могли это заметить. Вот это была не она. И это тоже. Перевезти с собой на самолете удалось только то, что уместилось в чемодан. Логично. Это, конечно же, Аполло, МПС, микрофон, наушники, ноутбук, ну и прочая мелочевка. Остальное это, конечно, одежда и необходимые для жизни вещи. Кстати, вот фотография за день до вылета. Здесь та аппаратура, которую мне удалось с собой упаковать. К сожалению, многое пришлось оставить и потом продать через родственников и знакомых. Но вот мы здесь, и после долгого поиска квартиры пришлось задуматься о поиске творческого пространства. Дома развернуться было совсем негде, поэтому пришлось искать себе помещение. В основном, среди коммерческих объявлений здесь все заточено под кафе и рестораны. И чтобы найти какое-то помещение, нужно брать и идти искать по улицам. Потому что на местных аналогах Авито и Циана здесь только аренда квартир. В итоге, через какое-то время мне все-таки удалось найти помещение для работы. А задача у меня тогда была очень важная. Мне нужно было записать курс по МПС 16 Levels. Кстати говоря, он записан готов, вы можете перейти и купить его по ссылке в описании. Это полуподвальное помещение в обычной хрущевке. Судя по всему, раньше здесь был бар. Но, по крайней мере, вывеска до сих пор осталась, что здесь какой-то бар. За соседней дверью у ребят их студия звукозаписи. Ну а здесь мое помещение. Там, соответственно, выход на улицу. Ну и давайте сразу начнем с минусов. Как я уже и сказал, это проходное помещение. Иногда бывает такое, что клиенты заходят с улицы и проходят соседнюю студию. Если я над чем-то работаю, например, какое-то видео записываю, то мне приходится останавливаться. Происходит это не часто, но, тем не менее, такое бывает. Второй момент, это шум с улицы. Как я уже и говорил, от уличного шума меня отделяет всего лишь одна такая простенькая дверь. Тем более, она не так уж и сильно блокирует шум. Просто послушайте. Я сейчас отключу шумодав. Поменять ее было бы достаточно сложно, да и дорого. А поставить вторую дверь, которая блокировала бы шум, к сожалению, невозможно. Потому что входная открывается вовнутрь. Вообще, в принципе, в Грузии есть такая особенность, что все двери, уличные или в квартиру, они открываются вовнутрь. У нас обычно открываются они наружу, то есть либо в подъезд, либо на улицу, а здесь наоборот, в помещение. Третий недостаток, это то, что здесь полуподвальное помещение со всеми вытекающими, буквально вытекающими. Может что-то подтопить. И такое уже случалось. А также не забывайте, что это батуми. Здесь очень много живностей, поэтому насекомые, паучки, таракашки, все это здесь можно встретить. Опять же, к счастью, не часто. Но вот в таком очень темном и влажном помещении, это прям райский уголок для них. Четвертый недостаток, это размеры помещения, а точнее планировка. Эта комната прямоугольная и достаточно вытянутая. Вообще, рабочее место и стол удобнее было бы расположить вот там. Или вот там. Но с обеих сторон здесь двери, поэтому остаются вот передняя стена и задняя. Если бы оно было более квадратным, вот в эту сторону, то акустика была бы намного лучше. И самое главное, удобнее было бы расположение камеры. То есть я мог бы ставить камеру дальше, свет подальше и так далее. Это было бы прям лучше. А так получается, что она у меня вот просто широкая. Пятый минус, это уже мой личный косяк. Я недостаточно правильно рассчитал количество и размеры акустических панелей. Их здесь сейчас 10, а должно быть еще хотя бы 4. Они должны быть толще и они должны быть выше. Потому что до этого, когда здесь был какой-то бар, многое было обклеено плиткой. И вот из-за этого всего я столкнулся с проблемой очень гудящий бас. Прям очень. Но опять же, с этим можно и нужно работать. Чуть большее количество панелей решило бы эту проблему. Но недостающие панели я теперь закажу уже куда-то в другое место. Следующий интересный момент. Я расскажу, сколько денег я всего потратил, чтобы сделать из этого помещения продакшн студию. Цены я буду называть в долларах, чтобы было понятнее. Аренда помещения 250 долларов. Краска, грунтовка, валик и прочие мелочи 50 долларов. Ковролин 80 долларов. В наличии, к сожалению, был только синий. Стол на заказ 160 долларов. Обычное кресло 52 доллара. 10 акустических панелей на заказ 280 долларов. Шторки жалюзи на двери 32 доллара. Итого 904 доллара. Ну что, как вам эта сумма? Напишите в комментариях. Надо сказать, что свой предыдущий студийный стол я оставил в России и там же его продал. Поэтому, в принципе, можно сказать, что этот получился бесплатно. Теперь давайте разберем очевидную критику. Я буду задавать эти вопросы сам себе. Первое. Зачем я снял это помещение, если оно такое плохое? Отвечаю. Все просто. Других я здесь не нашел. Да, было еще примерно два варианта, но они были намного компромисснее или дороже. И в них пришлось вложить бы просто катастрофическое количество денег, чтобы что-то из них получилось. А мне нужно было работать уже здесь и сейчас. Следующая критика. Почему не заказал больше панелей или не дозаказал в процессе эволюции? На самом деле здесь не все так плохо, как может показаться. Звук стал в разы лучше. Он прям хороший. Бас гудящий. Да, это есть такая проблема. Но вот весь основной звук меня вполне устраивает. Заказывать дополнительные панели сейчас сюда я не вижу смысла. Потому что, как я уже и говорил, когда ролик выйдет, скорее всего, я уже буду подыскивать новое помещение. Вот в новом помещении уже и поговорим. Ну и теперь мое любимое. Я прям уже предвосхищаю много комментариев. Почему у тебя мониторы КРК? И вообще многие, наверное, напишут, что КРК вообще не могут называться мониторами, потому что это бытовая аудиотехника. Окей, я и к этому подготовился. Отвечаю специально для вас. Смотрите, свои предыдущие мониторы Адама я, естественно, не смог упихнуть чемодан в самолет и оставил их в России. И потом через, там, друзей, родственников продал. Здесь КРК-рокеты, или они теперь называются КРК-классик 5, это пятидюймовые, это лучшее, что я смог найти на местном рынке. Более того, как-то давно у меня уже были рокеты седьмые, и я знаю, как они звучат. И как должны звучать треки. Я не говорю, что это лучшие мониторы в принципе. Хотя за ту стоимость они прям соревнуются со многими. Вот смотрите, в такой ситуации глобально было два варианта. Первый, это не покупать никакие мониторы, быть диванным экспертом и не зарабатывать деньги. И второй вариант, это купить то, что ты знаешь, как звучит, то, что ты смог найти, то, что стоит относительно доступных каких-то денег, работать, зарабатывать, получать удовольствие и так далее. Собственно, я и выбрал второй вариант, очевидно. Хотя был еще и третий вариант, но я сразу от него отказался. Это купить настоящую, дорогую акустику. Заказать с Томана, благо Томан сюда привозит очень хорошо, по хорошей стоимости. Заказать какую-нибудь там Адам С-серию, я не знаю. Короче, дорогие мониторы. Но есть один такой момент. Был бы я в своей стране, в своей квартире, в своей студии, а здесь я не представляю, как ситуация может измениться в следующем месяце, да и в общем-то там, грубо говоря, завтра. Возможно, придется переезжать в другую страну или в другой город. Ну вот и что вы будете в такой ситуации делать? Продавать свои дорогущие мониторы с 60% скидкой? И вообще, кому? Кому вы здесь будете продавать? Ну то есть, нет, это бред. Покупать очень дорогую акустику, чтобы потом с ней непонятно, что произошло. К РК вы всегда найдете, кому толкнуть. Они дешево стоят изначально, вы их быстро продаете. Кто-то их даже готов взять домой, чтобы играть в компьютерные игры. Это такой ликвидный товар. Ну или увозить эту дорогущую акустику с собой куда-то в чемодане, в самолете, переплачивать за нее там миллиард долларов. Ну тоже нехороший вариант. Ну и сейчас я расскажу о плюсах этой студии, потому что здесь достаточно много хорошего. Итак, первый плюс состоит в том, что здесь я чувствую себя на работе. Это не дом. Дом это место для отдыха. Здесь место для творчества и для работы. Это очень сильно помогает мозгам разграничить одно от другого. Со временем это становится очень важным, особенно если живешь не один, а с женой или семьей. Более того, приводить клиентов к себе в bedroom studio, ну это такое себе. Конечно, удобнее и приятнее привезти их на студию, где полноценно поработать, позаниматься творчеством. Второй большой плюс это помещение удобно для съемок. Я могу выбрать любой ракурс, выставить все как мне нужно. Использовать не только этот объектив, но, например, и ширик. Не бояться, что в кадр попадет незаправленная кровать или какие-то валяющиеся носки. Удобно, что всегда выставлен и подключен свет, подключено все оборудование, все всегда на готове. Ну и третий плюс это акустика. Да, я говорил, что здесь гудящий бас, шум с улицы, но все равно здесь акустика лучше, чем во многих bedroom studio. Здесь можно шуметь сколько угодно и не бояться кого-то разбудить. Более того, все эти звуковые панели можно не бояться и прям вкручивать, всверливать в стены. Не боясь испортить обои, особенно если жилье у вас какое-то арендованное. Ну что, давайте теперь подводить итог. Наверное, в формате такого Blitz вопрос самому себе. Получил ли я удовольствие от студии в целом? Безусловно, да. Получил. Даже при всех ее недостатках. Второй вопрос, заработал ли я на этой студии больше, чем в нее вложил? И ответ, безусловно, да. Еще в первые месяцы работы, где-то в середине месяца, я уже отбил стоимость вложений и потом выходил только в плюс. И это происходило каждый последующий месяц. Следующий вопрос такой интересный. Смог бы я вообще обойтись без студии, если бы оборудовал место у себя в квартире, например, в спальне? И ответ, в общем-то, да. Безусловно, было бы не так комфортно, не так эстетически приятно. У меня было бы меньше оборудования подключено. И звук был бы, ну, в разы хуже. Но, в общем и целом, я смог бы работать так же. Я записал бы курс, записал бы видео, записал бы все, что нужно. Просто, скорее всего, меня бы не так сильно устраивало качество. А когда я записывал обучающий курс по MPC и по сведению, я хотел добиться максимального качества, чтобы моим ученикам было приятнее это все смотреть. Но именно в текущей ситуации, та квартира, которую мы сейчас арендуем, там очень мало места в спальне для того, чтобы развернуться. Очень мало. Возможно, потом в другой квартире у меня вообще будет отдельная комната, которую я с удовольствием переоборудую под свою продакшн-студию. Ну, студию звукозаписи. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Я сейчас тоже пока ничего не знаю. В общем, I'll keep you updated. Ну вот и все. С вами был MasterCraft. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И самое главное, пишите в комментариях ваш опыт с вашими студиями звукозаписи, продакшн-студиями. Очень интересно послушать. Бедрум-студия или настоящая студия у вас. Давайте делиться в комментариях своим опытом. До новых встреч. Здесь выходят подобные интересные ролики. Пока.